Веревочку берем, первая и вторая фалангра. Не нужно захватывать ее на ладошку, в никаком случае. Притягиваем в горизонтальном положении, притянули, повернули, довернули немножечко и отпустили. Притягиваем обратно. Отпускаем пальцы ровненько. Вот. И, пожалуйста, работаем только плечом. Нет. Локоть исключаем. Ничего не делай. Отпускаем. Все, ничего не делай. Ровно дышим только. Вот у нас один. И второй. Пальцы собраны. Пальцы руки собраны. Дышим ровненько. И подводим. Дальше подводим языки колокола. Уменьшая силу звука, но добиваясь при этом полноценного звучания. Еще тише. Не пытайся тише. Обращаю внимание сейчас, да. Если мы пытаемся с меньшей силой работать, у нас сразу звук пропадает. Да, мы не дотягиваем языки. Этого быть не должно. Рука работает абсолютно свободно, растачиваясь при любой силе звука. При любом расстоянии от языков до краев колокола. Не забываем дышать глубоко. Кажный момент еще. Остановись, пожалуйста. Исключаем додергивание кистью. На данном этапе это совершенно лишнее. То есть наша задача на плече ощутить языки. Кисть измечаем. И вот это тоже. Отлично. И притягиваем. Притягиваем языки, не зажимая плечо. Все свободно работает. Просто уменьшаем расстояние, уменьшаем разбег. И соответственно скорость и импульс. Еще тише. Дотягиваем. Еще тише. Не зажимаемся. Дышим. Свободно рука работает. Дышим. Очень хорошо вот сейчас. Едва касаясь, да. Потому что мы слышим, что колокола звучат. Очень хорошо. То же самое делаем, переворачиваем с другим захватом. При всей, вроде бы, симметрии у нас работают разные мышцы рук. При захвате и снизу, и сверху. Поэтому на первых порах, если один захват получается, может не получиться второй и наоборот. Нужно этого смущаться. Приводим в порядок тот, который получается лучше, а второй просто зеркалим. То есть стараясь отработать те же ощущения, которые у нас на том, который получается лучше. Сверху притягиваем. Вот, смотри, обратите внимание, да, то есть не должно быть вот этих перекосов. Находим положение, в котором рука ровно, в котором пальцы ровно, вот таких вот под углом. Ничего здесь не должно. Находим положение на веревке. Не жалеем на это время. Как в процессе обучения, очень важно научиться правильно брать веревочку. Поэтому потом это будет быстро и на автомате, но поначалу требуется какое-то время. Так же поворачиваем, да, немножко доворачиваем, притягиваем, отпускаем. И, пожалуйста, работа только на суставе плеча. Остановись, пожалуйста, Филипп. То есть, если мы пытаемся сделать звук тише, да, пытаемся себя затормозить, то у нас получаются вот такие вещи, когда у нас язык не долетает. Мы не можем никогда поймать момент касания языка. Поэтому важна очень у нас рука идет до конца, до момента касания языка, и точно так же взлетает. То есть, мы себя не ловим. Мы регулируем только расстояние от языков до краев колокола. На отработку этого упражнения может уйти несколько дней, недель, ну, редко месяцев. Главное, не спешить. То есть, бывает, что оно не сразу получается, не сразу удается понять, что как у нас, где должно работать. Но момент очень важный. Мы на этом этапе отпускаем плечи. То есть, наша задача, чтобы у нас плечи работали абсолютно свободно. Лука как будто вот совершенно вот как мы ее отпускаем, вот она, чтобы она спокойно могла болтаться. Любое зажатие здесь, оно нарушает контакт языка и нашей с вами массы. Мы не сможем раскачать колокол до нужного звучания. Притянули, отпустили и, пожалуйста, по очереди. Только работает плечом. Нет. Вот. Пустите движения, сейчас буду тупированием. Вместе. Достаточно. Пусть эти движения, сейчас утрированные. Это неизбежно, да? То есть, у нас вот такие движения плечом, которые не встречаются на колокольне практически. Вот. Но наша задача заставить плечо свободно работать. Пожалуйста, еще раз, Танечка. Только плечом. Никаких локтей. Нет. Возьмите. Останавливайся. Давай, вставь, пожалуйста, на мое место сейчас. Ученикам очень полезно так вот поставить. Да? И давайте еще раз. Взяли, повернули, отпустили. И дальше наша задача точно так же, как мы делали с подзвонными колоколами, достичь равномерности по силе звука, по времени, да, чтобы это ровно были звуки, ровно один за другим, и по тембральной окраске. Как только у нас это получается после схвата снизу, аналогичное упражнение выполняем путем верхней хватки. Притягиваем два язычка, выравниваем руку, поворачиваем уже в другую сторону и доворачиваем немножечко. В этом случае у нас наклон получается в противоположную сторону. Рука падает, рука взлетает. Можно вот веревочку придерживать большим пальцем. Задача непростая, но ее важно освоить. Отпуская языки, мы увеличиваем силу звука, притягивая языки, мы уменьшаем силу звука. То есть мы не стараемся работать сильнее, мы не стараемся ударять сильнее или слабее. Мы для того, чтобы изменять силу звука, только изменяем расстояние от языков до колокола. В этом случае у нас меняется скорость, то есть на коротком расстоянии язык приобретает меньшую скорость, соответственно уменьшается его импульс. А масса воздействия остается прежней. Тогда мы добиваемся, соответственно, полного звучания, но с меньшей силой. Пожалуйста, Танечка, значит, берем сверху. Вот с верхней хвасткой сейчас. Сейчас будем добиваться, чтобы у тебя исключить работу. Догтя. Дышим. Поворачиваем, доворачиваем, отпускаем. Вот смотрите, видите, как сейчас у нас один язычок отлетел, второй остался возле колокола. Не должно быть такого, то есть все ровненько. Кисть собрана, не напряжена. Это очень важно, вот как будто мы держим ложку или вилку за едой. Собрана, под контролем, но никакого напряжения. Рука вниз, вот так можно. Расслабь руку совсем, давай вместе. Нет, не будет. Значит, что-то не пойму. Давай веревку подвести. Так, так. И вот, видите, отпускаем. И вот, пожалуйста, рука падает. Рука вниз, плечо назад. Локоть. И рука взлетает. Красиво. Кисть собери. Собери совсем, пожалуйста. Умничка. Вот сейчас у нас строго от плеча происходит движение языка. Попробуй, Танюш. Вот все это проделать в два раза медленнее, чтобы было понятно. Вот. Вот. Не дергай. Вот. Мы просто подводим. Еще меньше делаем. Вот, чтобы совсем исключить дергающие движения. Свободнее. Дышим. Отпусти. Расслабь руку совсем. Расслабь совсем. Расслабь. Ни дёми. Ни дёми. Ни дёми. достаточно. Очень хорошо. Присядь. На что важно здесь обращать внимание? Мы уже сказали с вами. Необходимо исключить сгиб локтя. Необходимо исключить вот эти дергивания кисти. На этом этапе наша задача добиться полного контакта нашего корпуса, нашей спины с местом касания языком колокола. Это то, что мы должны у себя ощутить. Вот все эти остальные подергивания рукой не только нам будут мешать. Сейчас наша задача, чтобы правильно заработало плечо. Какие наиболее распространенные ошибки? Первое. Сгиб локтя. То, что нам сразу блокирует работу плеча. Додергивание кистью совершенно не нужно, потому что мы вырабатываем ощущение спиной. Дальше. Когда мы ведем руку вниз, плечо должно у нас вести. То есть, оно должно отводиться назад ровно столько, сколько нужно ходу колокола. Если в какой-то момент плечо зажимается, мы начнем разгибать руку в локте. Вот этого разгибания тоже быть здесь не должно. Мы и раскачиваем язык, и самое главное, мы убираем наш корпус. То есть, у нас в звукоизвлечении участвует только часть нашей руки, вместо того, чтобы работать корпусом. Поэтому следим внимательно, чтобы при движении руки вниз плечо проходило полный путь и не фиксировалось, не зажималось. То есть, оно абсолютно свободно работает. Вот. И точно так же при движении руки вверх. Работает только плечо, и плечо идет столько, сколько ему нужно. Конечной целью этого упражнения у нас будет возможность управления силой звука только при работе плечом. Давайте посмотрим. Темп, который мы при этом выбираем, умеренный. То есть, это не тот темп, в котором мы обычно звоним трельф, в котором мы обычно работаем за звонными колоколами. Он, в нашем случае, это учебное упражнение. И темп должен быть естественен для движения руки. У нас для плеча неестественно двигаться быстро, да? У нас рука обладает массой какой-то. Вот. Поэтому в небыстром темпе раскачиваем языки колоколов и добиваемся чистого, красивого звука. На с полной силой и с практически уходом в тишину. То есть, звук, когда сливается с тишиной. Это упражнение необходимо сделать при хватке снизу. Так и при хватке сверху. Очень поначалу на первых этапах у многих один вариант получается, другой нет. Причем у разных людей по-разному. Объяснить это можно прежде всего тем, что, несмотря на полную схожесть того, что мы делаем, у нас при нижней хватке и верхней работают совершенно разные группы мышц. Те, кто занимался когда-либо в спортзале, прекрасно знают, что если мы берем штангу снизу, у нас работают одни мышцы. Если мы берем ту же самую штангу сверху, у нас работают совершенно другие мышцы. То есть, мы это упражнение можем повторить. И вот усталость одних мышц практически не скажется на работе других. Так же, как подтягиваться можем, да, на турнике. Захватывая турник сзади и захватывая турник спереди. Вот здесь точно так же это происходит. Поэтому важно достичь симметрии здесь вот этих, чтобы у нас колокола одинаковые колокола звучали как при одном захвате, так и при другом. На сегодня все. Спасибо.